Наша жизнь — это результат преобладающих в нас мыслей. Много лет назад я услышал эту фразу в лет 19 на втором курсе на лекции по философии. Тогда она мне сразу понравилась. Не знаю почему, наверное, своей простотой и лаконичностью. Я подумал, что есть, чтобы поменять свою жизнь, нужно поменять мысли. А что есть мысли, если не слова? У меня было все вроде бы просто. Я стал искать свои слова, которые мне помогали бы в каждодневной жизни справляться с различными проблемами. Проблемами, которых у меня в 19 лет, наверное, было гораздо больше, чем когда-либо, потому что большинство из них я выдумал сам. Это заняло какое-то время. Я думал и пришел к нескольким простым понятиям. Мои слова в 19 лет звучали так. Ответственность, решительность, уважение. На тот момент я даже не совсем понимал, что такое ценности. Я не мог дать его определение. Собственно говоря, это и есть слова, идеи, мысли, идеалы, которым стремится личность. Я думаю, что они издают вектор развития, направления, руководят нашими действиями. Ответственность, решительность, уважение. Именно этих трех качеств, как мне казалось, недостает во мне больше всего. Научиться отвечать за свои поступки, действия. Принимать последствия, если так, если придется. Ответственность, решительность, быть уверенным, не бояться новых начинаний. Уважение, научиться общаться с другими и ставить свою позицию, не принижая личности и достоинства другого человека. Удивительно, но этот метод, как мне кажется, стал работать. И я старался сам чаще, больше инициировать общение с окружающими в университете. И не только. И со временем обрел новых друзей. И эти три слова словно следили за всем происходящим. Мне так казалось. Наводили какой-то скрытый порядок, направляли мои действия. Где-то в 20 лет примерно я освоил для себя новые музыкальные инструменты. Мы с друзьями собрали группу с очень забавным названием. Или не очень, не знаю. Need girls. Не знаю, о чем мы думали. На тот момент выступать даже перед небольшим количеством своих друзей и знакомых вызывал моментный приступ паники. Этот страх преодолеть было сложнее всего. Но на то и было придумано решительность. И я старался концентрироваться на этом. Думать. Ну, через какое-то время, я думаю, у меня это получилось. Надо лишь отметить, что ни одна вечеринка не обходилась без наших музыкальных джем-сессий. Ну и в будущем уже в кавер-группах я играл в заведениях. Это было достаточно весело. Музыку слушали зарубежную. Ритмы, мелодии снимали на слух, как могли. Тексты понимали через раз. Я решил, что нужно идти дальше, выучить этот английский язык, который никак не поддавался мне. В том же году поступил на второй высшее по-английскому, кстати говоря, именно в этот университет. Там было два интенсивных года обучения. Четыре раза в неделю по три часа. Но спустя два года мне показалось, я достаточно хорошо знаю язык, чтобы для себя решиться на достаточно авантюрную поездку. Поездку именно в Соединенные Штаты. Я гораздо больше уже понял, что для большинства ребят, которые там ездили по этой программе, знание или не знание языка вовсе не было препятствием ни в каком смысле. Это был 2008 год. Я работал конкретно в этом здании. Это город Колумбус, штат Джорджия, восточное побережье. В 2008 году сам планировал свою поездку. И не было всех этих супер навороченных приложений с банковскими картами, постоянным интернетом, которые не дадут тебе где-либо потеряться в мире, наверное. Нет, просто телефон с роумингом, немного кэша, одна смска, один бакс. Я помню, что я положил на счет 10 баксов. Не знаю почему. Может, мне показалось, что 10 сообщений должно быть достаточно, чтобы решить любую ситуацию. Сам я работал. И начинал я уборщиком подсобных помещений. Гордо нес свою службу, мне нравилось. Через пару недель уже повар горячего цеха, 10 бургеров, 20 сэндвичей. Я обожал свою работу. Это было хорошее время, это было хорошее путешествие. Особенно вторая ее половина, потому что где-то посередине летом мне как раз исполнилось 21, и это позволило мне более разнообразно и весело проводить там время. По приезду, это был уже курс, ну, туда еще год, наверное, курс четвертый. Я подумал, что здорово, вроде слова помогают мне, куда-то двигаюсь, что-то происходит. Может быть, еще слов добавить? Почему бы и нет? Возьмем еще три. Думал, какое-то время к чему-то пришел. Скромность и вежливость, спокойствие, уравновешенность, остроумие. Скромность немного может быть странно, потому что получилось, что я преодолевал свою природную застенчивость, чтобы прийти к скромности. Но есть разница. В этот раз осознанно, добровольно. Спокойствие, уравновешенность, да, это не свойственно молодым людям. Уж точно была история не про меня. Немного сдерживать. Остроумие. Почему именно я поместил это третьим словом. Мне начало оказаться, что в разные моменты, в общении, где-либо, у меня как будто не получалось в достаточной степени аргументировать свою точку зрения, быть убедительным. Даже если я верил, что я говорю объективно, насколько это могло быть на тот момент. Я подумал, что нужно овладеть языком, по всей видимости, русским языком, повторно. И с чего начать, я вспомнил, что в тех же лекциях по философии там что-то было про Сократа, и он как-то это умел, вел диалоги, так неплохо пошел, купил его книгу, начал читать, был крайне увлечен, восхищен этой книгой. Помню, пытался придерживаться его манеры. Подчас и друзей призывал, давайте попробуем так разговаривать теперь. Это было странно, но интересно. Но я кое-что понял, какие-то выводы сделал, и спустя какое-то время я старался более не прибегать к очень резким, категоричным выражениям, ни к позитивной аргументации, ни к отрицанию. И не использовать вступлении в своей речи таких фраз, категоричных фраз, как очевидно, несомненно, бесспорно, объективно 100%. Потому что такая манера сдерживает, ограничивает мысль. Она отталкивает собеседника, даже если вы правы. Я старался себе прививать после всего прочитанные чуть другие навыки и начинать свою речь с таких фраз, как «Если я не ошибаюсь, как я могу предположить, вероятнее всего, дело здесь вот в чем?» Быть более деликатным и аккуратным. Я был удивлен, как много раз это предрасполагало ко мне людей. И мне кажется, я становился интересным собеседником. У меня стали спрашивать мнению, что уже неплохо, и часто прислушивались. Я искренне пытался помочь, быть непредвзятым, рассудительным. Ближе к 30 годам, когда я уже подумал, что надо заняться своим делом, я давно хотел, думаю, как любой парень, всегда мечтал открыть свой бар. Это же здорово. Я работал в управленческой деятельности, на предприятии. И решился на этот шаг не один с близким другом, с друзьями, что всегда легче на что-то решиться. Мы, по сути, пошли в эту неизвестную для нас сферу, у нас не было в этом опыта. И да, это был общепит целый мир, свои правила, нюансы. И еще перед тем, как найти помещение, ну мы же все планируем, мы сидели, беседовали, рассуждали. Нужно было ответить на абстрактные вопросы, но тем не менее все еще ответить на эти вопросы. Просто, что такое бар? Что значит быть хорошим баром? Что там должно происходить? Что за атмосфера? Кто должен там работать? Как с ними вести беседу, общаться, направлять, управлять ими? На тот момент мои слова прошло много лет, уже опыт какой-то появился, немного повзрослел. Мои слова изменились. Старым понятием подключились новые. Я думаю, в каком-то смысле вобрали себя. Они-то и мне позволили собраться с мыслями, ответить на поставленные вопросы. Я думаю, что в этом году уже 5 лет как мы работаем, и у нас получилось сделать что-то стоящее. Мне нравится. Вот эти слова, к которым я пришел в районе уже 30, которые пока что все еще суперактуальны. Достоинство, страсть, долг. Почему именно так? Достоинство. Кратко. Мне показалось, что у слов есть первопричины и следствия. Какая-то внутренняя скрытая иерархия. Так, например, если стараться, стремиться стать достойным человеком, то уважение к себе, к другим, уравновешенность, спокойствие, сдержанность, если хотите, будут являться следствием и сами придут. Здесь есть над чем подумать. Страсть. Это для меня больше как манера. Некая репрезентативная форма подачи себя. Быть живым, активным. Это, в принципе, гармонирует с моим темпераментом. Быть увлеченным идеями, мнениями, мыслями других людей, даже если не согласны, особенно если не согласны, это же здорово. Или быть увлеченным своей работой, если взялся ее выполнять. Эти термины и понятия по сути и направляют в мои манеры меня самого, действия мысли, скорее всего. Я ими руководствуюсь, очень сильно стараюсь руководиться ими. Относительно, недавно у этих ребят появился четвертый друг. Но пока я к нему присматриваюсь. В нем есть что-то очень странное. Нужно, чтобы немного прошло время. Я считаю, что человек, вообще, в принципе, я верю, что нельзя смотреть на мир и вещи в ней без иерархии ценностей. Они структурируют наше восприятие. Мы вовсе можем не знать про свои ценности, потому что не знаем себя достаточно хорошо, но тем не менее они руководят нашими действиями. осознанно или нет. Мне кажется, что это очень здорово. Нет, я действительно думаю, что это очень здорово, что первый ТЭД в Волгограде проходит именно в университетском формате. Потому что есть что-то почетное в статусе студента. Это действительно почетный статус. Я помню себя, все свои пять лет. Есть как минимум четыре года в университете, чтобы попытаться прочитать классные книги всевозможных великих людей. Потому что нет ничего лучше, чем осознанная речь. Это словно благородная суперспособность. Я верю, что если научиться мастерски формулировать свои аргументы, то можно одержать победу практически во всем. Я начал свое выступление, доклад, речь с одной фразой, которую я услышал на лекции по философии. Я знаю, что это был начальный толчок. И в дальнейшем, я думаю, в той или иной степени философия мне помогала формировать мои мысли. К ее изучению хотел бы призвать и вас. Надеюсь, думаю, я не первый, от кого вы это слышите. Я очень на это надеюсь. Как призвать? И не знаю. Оставлю заключительную цитату. На мой взгляд, по-настоящему талантливого человека. Я думаю, вы будете приятно удивлены, когда найдете автора. Спасибо. 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 Продолжение следует...